МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2019 году выяснилось, что он был приговорен к пожизненному заключению. Иск, поданный уйгурской правозащитной группой в столице Великобритании, Лондоне, против правительства на том основании, что она не расследовала импорт хлопка, произведенного в Восточном Туркестане, был отклонен судом. Всемирный уйгурский конгресс, международная структура уйгурских правозащитных организаций в изгнании, в октябре подал иск в высокий суд Лондона против Министерства внутренних дел, налоговой и таможенной службы Великобритании и Национального агентства по борьбе с преступностью. Правозащитные группы обвиняют Китай в нарушении прав мусульман уйгуров в Восточном Туркестане, включая принудительный труд в лагерях. Предложение «Хорошая партия» об исследовании проблемы уйгурских турок было отклонено голосами депутатов партии «Справедливости и развития» и Национальной народной партии. Айдын Аднан Сызгин, депутат «Хорошей партии», заявил, что их семикратное исследовательское предложение по этому вопросу было снова отклонено, заявив, «В ответ на конкретную информацию, которую мы передали о наших преследуемых потомках и на наши призывы, власти обвинили нас в том, что мы участвуем в игре США и Запада». Министр финансов США Джанет Елена раскритиковала сотрудничество с Китаем и африканских стран в обмен на инвестиции, заявив, что страны должны опасаться блестящих сделок, которые на первый взгляд кажутся прозрачными и полезными. Елена обозначила позицию США во время своего визита в Центр развития бизнеса, который предоставляет кредиты молодым людям и женщинам-предпринимателям в Дакаре, столице Сенегала. Елена добавила, что Штаты хотят инвестировать 350 миллионов долларов в доступную интернет-сеть и цифровое предпринимательство в Африке. В то время как волна эпидемии, вызванная ростом заболеваемости в крупных городах, превысила свой пик, прогнозируется, что поездки в китайские провинции во время праздника весны, когда китайский Новый год отмечается по традиционному лунному календарю, вызовут новую волну эпидемий. Пассажирский поезд сошел с рельсов в результате взрыва бомбы, заложенной на рельсах в пакистанской провинции Белуджистан. 18 человек получили ранения. Пассажирский поезд, следовавший из города Мах в сторону города Пешавар, пострадал от бомбы с дистанционным управлением, заложенной на путях в районе Балан. В результате нападения сошли с рельсов 8 вагонов поезда, в том числе локомотив. 18 человек получили ранения.